всем привет так сразу говорю это видео не учебное пособие просто развлекательное такое просто люди просят показывать сварку я и показываю такое развлекательно познавательно вот пришли мы поменять сгон на батарею сгон говорю уже мененный был нарезалась это уже больше десяти лет он как менялся вот старый стоит 40 лет не менее на я здесь первый этаж что же один раз поменялась но отопление только отключили вот сразу пока не забыли начали делать готовится к зиме сгон этот был как я припоминаю нам токарь нарезал заготовки такие на трубе сгон чтобы сразу сразу приваривать но сейчас токарей у нас нету у нас их не было и те которые были знакомы уже на пенсию и ушли и организации их не развалились разорились так что мы вообще осталось без рук одной сварки будет жить выход из батареи стояк не совпадают вот тут видно так что труба будет кривая в чем тут ну я как включаю камеру так обязательно чем-нибудь такое случается интересное в чем тут интересная вот отломилась и часть сгона осталось внутри внутри пробки почему пробку не выкручиваем видите батарея старая вот вот видно что она старая как дерьмо мамонта вот есть вероятность когда выкрутишь пробку потом ее назад не закрутишь в секции резьбы может не быть тогда геморрой разбирать вверх это не разбирать а срезать опять переваривать все это бесплатно выкидывать секции бывали случаи что выкидывать секцию вторую подсоединяешь ко второй во второй резьба сорвана в третьей и на фиг это мне надо не мне мне это пофигу я буду стоять греть слесарям это тоже не надо ну такой решили эксперимент никогда я такой не делал контрагайка осталось на сгоне новости и прихвати а мы за контрагайку попробуем сгон выкрутить контрагайка чугунная ну я прихватил конечно можно прихватить слегонца слесарь не дал конечно остыть до конца начал крутить ну как я вам могу сказать она конечно отломилась вот отломилась прихватка но сгон с места не двинулся ну тогда решили выжигать его изнутри ну изнутри я конечно жиганул его ну как оказалось он там закручен ну очень глубоко я не знаю откуда такой длинный взялся и как как мы его туда но мы его может быть не мы пробка откручивалась и когда он вставлялся вместе с пробкой но очень глубоко закручен с первого раза я его не достал прорезать до конца и начались проблемы работа такая принципе штатная но провозились мы долго чтобы его вытащить опять же говорю пробку не стали крутить это уже самый крайний случай потому что можем попасть потом на батарею на целый день хозяин скажет у меня вот была закручена пробка и батарея была нормальная вы пришли мне сломали так что покупайте там или делайте что хотите вот и все стена сожженная и раздолбленная где сварка это уже ну когда первый сгон менялся так уже было сделано ну вы видите какой тут евро ремонт они даже не удосужились не замазать не заклеить новые обои обои ты же по ходу строители 40 лет 45 назад поставили приклеенные окна не менее ну короче батарея не крашена так так вот живут не большинство процентов 10 так живут по крайней мере у нас в городе ну ты я прорезал начали пробовать доставать обычно вот даже кусочек отломился и обычно те два кусочка выходит но так как я до конца не прорезал бепр с ними не вижу в этом до самого конца получилась вот такая батла дальше коменте там нечего так смотрите я включил ускоренный потому что долго в минут десять вот это действие шло пытались всякими способами и я и серио вы пытались вот я еще раз провязать стал ну и по моему опять я до конца не достал да ну и не пишите я бы тут инвертором бы я бы тут полуавтоматом заварил да ну я не сомневаюсь что вы заварите но увидел так а газосварки в квартирах мы варим не знаю у нас в городе принято газосваркой квартирах в подвалах инвертором варят только которые теплосети ребята теплотрассы варят те электросваркой но опять же быстрее быстрее получается но у него стоит инвертор к нему генерал за генератор стоит к инвертору рядом стоит пропановский баллон рядом лежит кислородный баллон и резак совсем удобно и машина я все делаю вот автономно могу и без болгарки и без резака все сделать а там один инвертор обслуживает три человека что азбест не ставлю колстин вот тут его нигде было азбест вообще даже ставить разбивали до кирпичей и на пол куда на пол плинтус подходит практически к самой трубе куда я там чё постели отдал он когда тряпку грязную на боссы мы настолько и наработали вот из-за из-за того что пробку не скручивали пришлось делать два стыка то есть вставочку вставлять ну вот этот стык получается поворотный ничего сложного горелкой говорю тройкой проволока тройка проволока сварочная св 08 св 08 а по моему или а 08 горелках и 2 дом нет элемент другой аппаратуре у меня горелка малятку написано наверное по-русски если переводить малютка раньше они наверное малютка и назывались сейчас досужились переводить так и осталось в общем всем зрителям спасибо за поддержку всем нормальным зрителям подписывайтесь на канал прям что-то мне в этом месяце подписалось очень большое количество человек большое вам спасибо и мне уже как-то становится приятнее что-то снимать выкладывать не впустую там для трех человека для тысячи человек это уже 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 какой-то стимул а если еще больше будет еще лучше плюс там какая-то копеечка пойдет уже можно и камеру нормальную прикупить и не нанять оператора уже просить какого-нибудь человечек а чтобы снимал плюс еще в макро все это конечно можно организовать было бы был бы стимул что от от этого видео будет отдача вот я сделал зеркало из нержавейки взял кусок для на полировал кусок нержавейки там я не знаю миллиметр может толщиной я не мерил ну первый раз вот решил испытать как чё потому что всю жизнь таскаю стеклянные зеркала полную сумку они-то засираются то лопаются но в основном засираются блин ходишь благо люди сейчас выбрасывают очень много зеркал и раньше выбрасывали берешь с мусорки нарезаешь там таскаешь потом ну раньше отец говорит отец тоже сварщик работал сварщиком раньше они стекла коптили настройки когда работали зеркалка не было это мой дом правление тут все мусорки на настройки где там чё найдешь коптили стекла и варили по ним за место зеркал еще бывает плитка стоит на стене белая особенно иногда видно через плитку варишь как как зеркало еще раз говорю вот это все что сожжено и выдрублено это уже было было так сделано после переварки первого злона может быть они первые уже переварены что-то вот ему никак не идет этому звону почему не знаю верхний стоит этот и этот постоянно но все-таки строительные раньше трубы не строительная вообще раньше трубы хорошие были не то что сейчас звон фольга особенно когда резьба нарезанный там практически светится блин как как бумага он и стоит ход два не больше поэтому стараемся без сгонов все делать потому что трубы нам самое дерьмо берут самое дешевое ну и так чем скажу вот это зеркало которое сделал я там еще ножку на нее придумал все доделал ножку еще не испытывал испытаю сниму видео выложи может быть кому пригодится так но про это зеркало скажу все отлично было видно только этом края не особо что я скажу ничего на нее не налитло никаких никакой аккории не налипло это это уже плюс зеркало не повелось но она не должно повестись на мокрой тряпке лежала стеклянная бы лопнуть могло и не как-то не пожелтела там не потемнело цвет короче не поменяла так что буду еще пробовать я ее хочу с двух сторон заполировать чтобы уже из одного куска два получалось там мало ли первый одна сторона засериться перевернул вторую варить ну и запасное сделаю ты их и на всю жизнь хватит два зеркала запасное также сделаю чуть-чуть может другого размера и так же с двух сторон заполирую и будет четыре зеркала разных люблю вот это взгоны переваривать как орехи их щелкаешь работа не пыльная не трудная иногда даже и прибыльно сейчас что-то все реже и реже колына не знаю с чем это связано даже ребята которые на себя работали перешли к нам хоть чтобы как-то что-то иметь нет нету работы вот зеркало не зеркал кусок нержавейки ничего не потемнело ничего это просто так заполировано по краям вот так у меня издалека даже видно а вблизи вообще хорошо видно и остывает быстро все ведь ок сейчас замотает остудили замотай кто называется запакует не знаю у нас в городе называется замотать подмотать не под зеркало через зеркало не знаю ну так вот первый этаж ну и все сейчас смотаю шланги и в стоило благо тут и недалеко отъехал от будки закрываем баллоны смотрите на кислороде 5 давление на цитилене на цитилене там ну до красный там полтора где-то ну можно чуть поменьше давать я так даю потому что и резать приходится и гнуть и горелка тройка у меня нормально надо уменьшил надо прибавил на горелке не бегать повелось из-за того что когда на генераторах работали там зарядил его и ушел на этаж хорошо когда лифт работает а когда пятый этаж и лифт не работает и вот бегает укачни то перезаряди бы кто кто работал на генераторах ставьте лайки работка еще то воды найди набери заправь получи карбит заправь короче отработай на нем и потом еще куда слить эту парашу всю сливай куда хочешь в канализацию нельзя под дерево нельзя должны быть емкости специальные но одно слово что и должны у нас дофига чего должно быть на спец одежду вот сами покупаем ну короче все сами покупаем чего-нибудь горелку купить просишь-просишь месяца два-три проходит пока купишь не купишь пока купят но все поехал я в стоило в общем если вам интересно то подписывайтесь на канал ставьте лайки там не ставьте лайки дизлайки это вообще значение не имеет комментарии там пишите злые добрые комментарии принципе это тоже значение не имеет просто на нервы не действует но что особо мне не нравится эту забаню я надоело там что-то с кем-то пререкаться разговаривать с каждым днем людей все больше и больше а нервов все меньше и меньше всем не угодишь так что извиняйте недоброжелатели будете вы не будете знать что вы забанены вы будете писать коменты отправлять но они не будут появляться на канале так что вы в пустую будете писать короче все заезжаю стоило подписываемся на канал всем пока сейчас я вам помашу ручкой и до свидания